Ридерс – это тоже тетрадок. И как раз мы с Мариной задумали такой тренинг ридерсного подхода лучше. И в этом тренинге наше определение такое, что Марина является специалистом по третьему, потому что она очень хорошая обучатель. А я специалист по четвертому назначу. Я изменяйте и пророчу. То есть как обучатель Марина лучше, например, методичнее, последовательнее, структурирование, а я зато вам лучше начинать спровоцировать и показать, что у него в голове происходит. Поэтому, поскольку тема лидерсного состоит в достаточно равной пропорции и с темой изменений, потому что лидер, конечно, не человек, который, прежде всего, сам меняется и оставляет после себя четко маркированную тропину, на которой нужно проектировать. И с другой стороны, на каждом флошке этой пропитке нужно почему-то научиться. То есть методичное, это не процесс изменения, это образовательное. Поэтому мы решили предложить некую систему интегрированную, в которой стандартная технология изменений будет сопряжена с более-менее стандартной технологией обучения. Ваши точки зрения, что является предметом интегрированной тропины? Сращивание, ну, просто таком, со своей командой, изменение себя, в первую очередь, взрослый личностный и умение за собой повести. Вот предмет, вокруг чего есть театр, эстетическая, да, и только-то... Вроде наброска, это может быть. Еще как интересно. Представляешь цех и достигаешь, при этом не сам задействуешь театр у тебя. Позвольте, я вам скажу Машу, пожалуйста, смотрите, да, что предметов деятельности лидера является заднанием его консультаций. Вот смотрите, по сути дела, да, вот я взрыв-за, вот прям взрыв-за, взрыв-за. Вот для тех людей на улице, я не какая-то презентация, да, правда, я щеби. Да? Да? Межности, ребят. Ребята, лучших книг под этим ума действовать на данный момент, я считаю, реально нет. Отличаю просто свои слова. Вытащи его сейчас на улицу, поставим эти толпы, ну, извините, обезли, да? Поймите, лидер не может быть разбитым, да? Эта карта, когда она делает лидер, лидер делает вот окружение. И, по большому счету, будет это окружение устойчивое, или оно будет вот таким, как непонятным лидерам, а там приеду к этому уже где-то, будет зависеть от того, какое качество отношения я с ним построю, какие связи с ним вызывают. И то, с чем я столкнулся, то есть, что ты глобал строительство техники, скажу, как вот, сформировал несколько, были перепутаны некоторые связи, была перепутана связь, именно лидерная связь тогда, я, в начале, в этой площади, да, потому что если лидер, то все равно, как ты хочешь от тебя априорио, если ты называешь себя лидером, то может быть, почему лидер нет, а не в очередном цветом, конкретных, это первое, то есть, и на этом строятся дети. А вторая, которая была, кстати, это дети, вторая связь, до тех пор, пока мне ее не показали, я ее никогда не слышала. Существует очень много связок с этой структурой с этой детьми, с этой семейной стоимостью. Вы наши там дети, там, крупное поколение, там, да, Вы наши мама и мама, хуже не нравится. Оказывается, дело в том, что в этой связи, она не представляется одной, даче долговой. То есть, как только Вам сказали, что Вы папа считаете, что Вы подходим от того, что Вам ждут там. То есть, ресурс Ваш вложенный туда, не вернется к Вам ничем, к тому, что Вы ожидали. Да? И вот именно вот эта победа, что предметом 10-10 лидера является создание человека, который за ним идет, это как раз на этом патронное учение. И, как берешься полный лидер, она такой, как придет и ставит плашки. А вот я слушаю, что Вы говорите, что Вам вчера придет, ну, ты как знаешь, что? Я вот дала его ответ. Дал дала. Я говорю, окей, не получается. Вчера, смотри, это кажется. Не там, да. Потом, что мы делаем? Я сразу сразу переставляю эту точку? Или мне надо... Вот нет, я сторонник не знаю. Это что делать в той точке, куда он лучше придет? Проводник. Вот теперь это проект. Проводник. Слово, которое я очень люблю. Проводник после лидера, он не просто показывает, он реакует, действительно, при шагах в работе. Когда он проводит несколько раз по этой лидерам своих путей, начинается та самая волшебная публикация, которую мы все любим и начинаем. То есть дублицируемое лидерство. Технологизированное лидерство. Тоже я иногда говорю об этом, что... Вот есть технологии продаж, и они, в принципе, известны. Есть технология рекрутинга. Вот ту же книжку, которую я листал, там, бизнес-встреча с технологией рекрутинга. Прям, ну, по словам. Ну, по, там, в такой ситуации это. Но практически нет технологий лидерства. То есть лидерство это как-то, 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 наинственный мистический процесс. Ступнет, молния культуры. На самом деле он тоже, он более сложный, чем продажи или грузы. Но его тоже можно свести к форматам, к шагам, к темам, к этапам, вот этим самым плашкам. То есть наша задача подать стандартные. Да? Вот. То есть есть монеты, стандартизированные лидеры. То есть мы делаем, да, вот, как чемодан. Вот неважный чемодачик. В нем все. Вы сдали этот чемодачик, и неважно, в какую страницу его развернули, у вас просто сто и нет. Вот, в самом деле, как вы уже создали стандартные лидерства лидерства? Да. Я летел, да, я перешел в другое окружение, развернул и получил уже самое окружение, которое вы делали. Спасибо. Это знания, построенные с учетом мировых, как бы, мирового опыта, или, все-таки, с учетом менталитета нашего, славянка, потому что мы в корне отличаемся. Право-то. Или лидер от лидера никак не шучит? Да. Ну, смотрите, у нас есть некое общее с западом. Это то, что мы все родились из одного. Мы родились. Но, при всей понятности этого процесса, именно он закладывает на светку некую матрицу, некий вход, по которому человек придет по своей счет. Потому что рождение – это первое путешествие из точки А в точку Б. И там используется модель коленадонных матриц, которая лежит в основе любого опыта зонного процесса. Но практика и все упражнения, естественно, разделись из нашего… У меня 20 лет опыта, у Марины больше 10 лет опыта в разных инспекциях. Впрочем, здесь у каждого из нас опыт трех план. То есть, это личный опыт сетевой. У Марины тоже на меня, у меня тоже на настоящее. Это личный опыт тренера, на свою роль у меня настоящий. Это личный опыт людей, связанных с администрированным процессом. То есть, я являюсь членом корпоративного совета и административной компании. А Марина много лет возглавляла крупную межиндустрию сетевой проект. Поэтому мы смотрим на ситуацию с трех сторон. И как люди, идущие по этому пути, и люди описывающие это, то есть, люди администрирующие это. То есть, компетент, и там все практически это.